Евгений Николаевич Вы, чьи широкие шинели Напоминали паруса, Чьи шпуры весело звенели И голоса, и голоса, И чьи глаза, как бриллианты, На сердце вырезали след. Очаровательные фронты, Очаровательные фронты Минувших лет. Одним ожесточеньем воли Вы брали сердце и скалу, Цари на каждом бранном поле И на балу, и на балу. Вам все вершины были малы, И мягок самый черствый хлеб. О, молодые генералы, О, молодые генералы своих судеб. О, как мне кажется, могли Рукою полною перстней И, кудридев, ласкать и грибы Своих коней, своих коней. В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век, И ваши кудри, ваши бачки, И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Любови вечной на земле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня Михаила Щербакова ДimaTorzok Предположим, это такой сумасшедший сценарист, как бы сочиняет, как бы немое кино. А аккомпанирует ему тоже сумасшедший тапер. Минут на семь произведение. Приготовьтесь. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому. В сотый раз напоследок уже у дверей умоляет писать ему, что бы там ни было в день по письму. Рисовать голубка на конверте и слать непременно скорей. И красавица тем же вполне от души отвечает ему, обещает писать, ободреет кивком, одаряет цветком. Наконец отпускает и в десять минут забывает о нем. А герой, повелев им щеку не зевать, через сутки пути прибывает на место, въезжает в гостиницу и принимает засуществовать. То есть это он движется, сделаемый бес в экипаже и нет. Озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур, что не день на подарки, понятно, кому не жалеет монет. Покупая смарагдовые хламы, серебряный всякий сумбур. Или в номере, кстати, весьма дорогом, вечерами письма от негодницы ждет, изнывает от скуки дурак дураком. Не пьянее глотает ликер и бисквит, без охоты жует, ожидает конверта с условным на нем от руки голубком. И, томясь ожиданием, ходит по бархату взад и вперед, а кокетка не помнит, она занята, что не день ежечасно ее с головой поглощает забота. То это, то та, то непрошенный гость, у нее то мигрень, то канун маскарада, то коса маскарад, то верчение столов, то большая примерка. И так, что не день, предположим, неделя проходит, он ждет, а письмо не идет. То есть рухнули связи, обмякли устои, померкли миры, почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход. И один за другим, вероятно, упали с высокой горы, проведя две ужасные ночи без сна. На девятые сутки в единый прием он снотворного склянку, что свалит слона, осушает, и мрак, наконец, обнушает его забытьем. В это самое время внезапно о нем вспоминает она, то есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо к бюро, из бюро вынимает, конечно, бивар, из бивара бумагу берет и перо. И строку и строку погоняет строка, и к рассвету посланий выходит густым, к почтовой роман могло бы тягуще, до ночи коротка. На десятые сутки с утра просыпается наш кавалер, выпивает свой кофе, причем даже с юмором смотрит в окно. А потом, не спеша, тормошится квояж, достает револьвер, и, конечно, стреляется прямо на бархате, что не умно. А конверт-то надписан уже и закрыт, но без помощи воска, смолы и огня силуэт голубка в уголке не забыт. Путевые сдержки рассчитаны на ручный сел на коня. Остальные детали впоследствии следствие определит, а пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня. Ну, конечно же, нарочный, боже ж ты мой, это как он поскачет сейчас, полетит, не касаясь дороги, помчится стрелой. А часа через два, ни с того, ни с сего, на дворе постоялом я встречу его, и в глаза посмотрю со значением, но не скажу ничего. Разговаривать некогда. Да и зачем, господа пассажиры? Четвертый звонок, занимайте места, живу-приживу зем, я ваш новый форейтер, а кто не согласен, вот бог, вот порог. Решено, что мы едем в Эдем, это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господа, вы и жоры, таков эпилог. Или, может, эпиграф, не все ли равно? Я их, знаете, путаю. Префикс один, да и корни по смыслу считать заодно. Ох уж эти мне Эллины, это ж язык, уже как не вникал я в него, не вник. Между тем, не последний, по общему мнению, был ученик. Занимайте места, господа, 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 господа. Вот в руках у Евгения Николаевича прекрасный и замечательный инструмент укулеле. Продолжаем петь хором. Моей душе покоя нет, безденья жду кого-то, без сна встречая рассвет. И все из-за кого-то, со мною нет кого-то, а где найти кого-то, могу весь мир и обойти. Чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир и обойти. Увы, хранящий любовь неведомые силы. Пусть невредим вернется вновь ко мне, мой кто-то милый. Со мною нет кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то. Давайте, нет, споем еще один мещанский романс, который сочинила Елена Казанцева. Елена Казанцева, это автор из города Минска, русский поэт, великий русский поэт из города Минска. Вы знаете, да? А вы знаете, что она мне стихотворение посвятила? И не одно. Расскажу, похвастаюсь. Значит, я горжусь дружбой с Леной, потому что благодаря этой дружбе я вошла в историю русской литературы. Она действительно посвятила мне два стихотворения. Ну, то есть больше, но вот два известных. И одно из них, самое известное, она сочинила, когда была проездом из Самары в Минск, останавливалась у меня в Москве и ночевала на свежекупленном надувном матрасе. Необычайной красоты. И она проснулась утром, вдохновленная, потребовала перо, чернила. Значит, чего там еще поэты требуют по утрам? Все, значит, ей было предоставлено. И она написала абсолютно ровным, круглым, без единой помарки, почерком стихотворения с эпиграфом «Твой матрас меня потряс». Лида купила двуспальный матрас, чтобы поехать на юг. Вместе с матрасом уедет от нас верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас гвоздиком ночью проткнуть, Может, она не уедет от нас, может, захочет вернуть этот матрас навсегда в магазин, пусть принимают старье. Где-то на юге заплачет грузин, так и не встретив ее. Вот, матрасы, потому что в Ленином творчестве играют огромную роль. Это такой большой образ. Он прям в ее поэзии всегда ярко так сквозит. «Я скучаю на матрасе лежа, что-то не идет ко мне Алеша». Ее спрашивают, значит, друзья-поэты говорят, а почему, собственно, Лена Алеша, если лежа — рифма Сережа. А Лена говорит, так ведь Алеша был. «Потому что Лена очень правдивый художник, она всегда пишет только о том, что точно знает, и что с ней реально происходило». Ну вот, видимо, вот Алеша как-то вот... Вот, собственно, мещанский роман с Алешенькой. Сейчас мы его с вами исполним вместе. Я тоскую одна-одинешенька, догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна-одинешенька, даже белого хлеба не ем. Извозчик в тулупе и валенках погоняет лихого коня. Я любила и старых, и маленьких, но никто не полюбит меня. Я тоскую одна-одинешенька, догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Губы окаянные, думы подаённые, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вообще, надо сказать, что вот этот музыкальный инструмент, удивительный, который называется «Укулеле», Он, когда впервые к Евгению Николаевичу в руки попал, Значит, он первое, что сыграл, это вот… Вот, а поскольку дело было в Израиле, нам сказали, «О, ну вам, русским, что в руки не дай, всё, у вас была лайка». А когда мы эту историю рассказали в Ижевске, «Ну, или баллайка, или калашников». Они так считают, да? Да. Вот, мы не против. На самом деле этот инструмент поёт самыми разными голосами. И самое первое, что нам показалось в его звучании, это мандолина. Мандолина, конечно, такая. Да. Мы её приспособили к итальянской песне, к песне Михаила Щербакова на музыку итальянского композитора Нина Ротто. В памяти всех. Что в чужом краю, что в отче, На высоком небосводе, Не увидишь ты алмазов, Да и кто их видел, впрочем, При какой такой погоде? Счастье, каприз, надаль тревожно, А жизнь она и вовсе, Одна, второй не будет. Рим с собой взять не можно, Помаячь пока что возле, Папа Римский не осудит. Рим нисколько не в упадке, Он щебечет и хлопочет. На расхват идут напитки, Курс в порядке биржевой. Люд заворский по руинам резво скачет, Пальцем тычет во что хочет. Отчего бы в самом деле не скатать, Пока живой? За сто лир цена смешная, Ты пломбир купи с изюмом, И направься вдоль далеко Союных барышень, Смущая серым в клеточку костюма. А эти барышни глазами, Серьезными своими, Оргают так прелестно, Мы умрем, и черт бы с нами, А вот что случится с ними, Совершенно неизвестно. На скамейке ренессансной У античного забора Не забудь, что ехать скоро И бесед не проводить. Что там за архитектура сеньорина, Что за флора там сеньор? Не твоя печаль, приятель, Погуляй и проходи. В свой черед коснется слуха Тот сигнал волпорный строгий, Что вязать велит по жидке, Ни пера тебе ни пуха, Отдохни перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, Партия ключами щелкнет, А дальше, как придется, Жизнь одна, второй не будет, Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторна смолкнет, Колоночек распоется. Сейчас настал тот момент, когда вы должны увидеть наш дуэт в полный рост. Я всегда вспоминаю истории. Я еще в школьные годы занимался фотокружке. И мы, чтобы был понятен размер снимаемого объекта, ставили рядом спичечный коробок. И все понимали тогда, каков размер. Наверное, это выглядело так. Это я, коробок. Нет, я. Или вот что? Считай, как тебе удобнее быть. А вообще, вспоминаю свою гармоническую эпоху, работал в коллективе, и вокалист, он мен, он был примерно такого роста, как в фильме. В то время программу нужно было обязательно сдавать художественному совету, который утверждал, что все хорошо. Я стану уже все, а художественный совет утверждал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok